Чарующими звуками музыки встречают гостей и участников самого чудесного события года. Праздничные украшения, привлекательные фотозоны – всё говорит о приближающейся сказке. Совсем скоро актовый зал Центра ДОП образования детей и молодёжи наполнится сотнями восторженных взглядов. Родители в предвкушении звёздного часа своих принцев и принцесс. Присутствовать всё-таки на балу у мэра – это очень почётно, это очень здорово. Ждали этого события, готовились как к свадьбе. Очень гордимся достижениями и вообще тем, что наша дочь выросла такой красавицей и достойна таких мероприятий. Одновременно очень волнительно и очень радостно и торжественно. Наташа Ростова сразу почему-то вот ассоциация такая. Думаю, что всё будет очень красиво. И вот он момент, от которого мурашки по коже. В зал торжества в ритме полонеза заходят 42 пары лучших учащихся 10-11 классов. Позади больше месяца усердных тренировок, и теперь талантливые парни и девушки могут выдохнуть. Самое время наслаждаться долгожданным балом и демонстрировать плоды стараний. К торжеству танца присоединяется и руководство города. Новогодний бал – ежегодная традиция, которая проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети» при поддержке Бобруйского горысполкома. Почётные гости участники мгновенно погружаются в сказку в задорной польке знакомств. Родителей переполняет гордость. Неужели эти галантные джентльмены и очаровательные леди – их дети, которые совсем недавно только пошли в школу? А сейчас за высокие достижения в учёбе, спорте и творчестве они удостоены приглашения на самое изысканное событие – городской новогодний бал. Оказаться на таком вечере – мечта каждого, но шанс получают только лучшие. Действительно уровень понимать, что ты находишься в такой атмосфере, в таком окружении, с такими прекрасными педагогами, среди таких замотивированных ребят. Я благодарна организаторам за такую невероятную возможность побывать на этом мероприятии и вообще быть частичкой невероятного проекта. Это действительно достойно глубокого уважения. Традиционно на изысканном празднике выбирают короля и королеву бала. На звание претендуют все очаровательные участники. По результатам голосования в финальном танцевальном батле встречаются три пары. Ради заветного титула девушки, кажется, готовы даже мир перевернуть. После энергичного исполнения импровизационных номеров обладателями почетного титула под бурные аплодисменты становятся учащиеся 30-й школы – Валерия Новикова и Кирилл Толок. Эмоции переполняют победителей. Мечта становится явью. Чудесная диадема и атласные ленты теперь выделяют самую блистательную пару вечера. Ой, меня переполняют эмоции. Это было состояние аффекта какое-то. Думаю, стать королевой бала – это мечта каждой девушки. И вот она у меня произошла. Я рассчитывала, что вдруг, если мы попадем в финал, то я сделаю колесо. Так и получилось. То отношение к нам, тот труд, который мы проделали для того, чтобы показать это на паркете. То есть, ну, меня переполняет достоинство, что мы это сделали. Я никак не ожидал, что я стану королем бала. Поддерживать одаренную молодежь – приоритет администрации города. Ведь нет ничего важнее на свете, чем дети. Сегодня для них великолепие музыкальных и хореографических сюрпризов. Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка также заглядывают на волшебное торжество и развлекают всех новогодними играми. От председателя Бобруйского горисполкома сладкие подарки вручают каждому участнику бала. Самое впечатляет, как танцуют наши дети. Какие они сегодня креативные, как они любят танцевать, как они любят свой город. И на самом деле мы, взрослые, постарались сделать для них этот праздник. Тем более, что сегодня у нас юбилейный пятый бал проходит в городе Бобруйский. Тампет, лансье, бальная полька, традиционный вальс. От разнообразия танцев кружится голова. Но дамы в белоснежных платьях и статные кавалеры в костюмах элегантно справляются с каждым движением. Фееричным завершением программы становится зажигательный новогодний флешмоб. Было восхитительно, нам очень понравилось. Это незабываемые эмоции, которые мы испытали. Все очень волновались, потому что мы готовились не один месяц. Это были трудные очень тренировки, но все же мы все справились и все отлично танцевали. Все очень прошло хорошо. Невероятная атмосфера, очень много хороших людей в таком наряде, с такой прической, в таком образе. Конечно, чувствуешь себя принцессой, со своим принцем. По сравнению с прошлым балом, в этом балу больше новых движений. И у участников больше возможности попробовать себя в роли танцоров. Я считаю, что в этом году атмосфера была сногсшибательна. Сказка на таком празднике волшебства живет в сердце каждого участника и зрителя. Вне зависимости от возраста и должности, зимой в чудо верят все. От одаренной молодежи в адрес председателя Бобруйского городсполкома звучат самые теплые слова благодарности. В подарок 12 новогодних игрушек с изображением архитектурных достопримечательностей города. Мы, участники бала, обещаем, что совсем скоро вы увидите нас на разных предприятиях нашего города. И именно мы будем определять ритм и качество жизни в родном Бобруйске. Потому что мы любим свой город! Впереди у юношей и девушек действительно все самое интересное. Им предстоит еще кружиться в вихре танца на выпускном и демонстрировать знания при поступлении в вузы. А пока, глядя на таких амбициозных юных бобруйчан, сомнений нет. У города по-настоящему прекрасное будущее. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Продолжение следует...